друзья сегодня у нас 30 марта наконец-то плюсовая температура и мы сейчас подведем кое-какие итоги вот итак мы находимся у меня в гостях это мой огромный архив такой большой что его нужно год каждый день смотреть с утра до ночи нужен год даже года не хватит некоторые итоги подведем и так 23 год плоды здесь не все фотографии ну конечно выбирал что получше вот и почему нужно подвести итоги это худший год за четверть века а вы не верите сейчас увидите так вот сюда заглянем только быстро еще я всегда предупреждаю смотреть только с удовольствием это мой сайт это фотогалерея вот он худший год вот сейчас подробнее будем смотреть вот видите а вот 22 год это мировые рекорды российские до 100 процентов оказалось россии не нужно вот это единственное в своем роде сад другого такого нет на планете есть сочетание качество плодов и водостойкости вот такие девушки у нас работают бедная досталось им тысячу ветер собрали а потом бросили мы это занятие 100 тысяч косточек девать было некуда но еще собрали 100 тысяч косточек скоро будем выбрасывать итак вот эти года все они лучше того года который я вам сейчас представлю если сейчас вы увидите вот смотрите 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 ищите и обращайте вот так вот ну дальше есть еще ниже еще столько же поэтому возвращаемся сейчас досмотрим идет ли запись запись идет возвращаемся с фотогалереи двадцать третий год прошло и так быстро пробегаю смотрим значит в этом году было очень мало плодов на абрикосовых деревьях этот год извелся тем что я выпилил 30 лучших абрикосовых деревьев по 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 урожайности вот по словам они были вот такие вот конечно для меня это это как автомобиль жигуль нет это даже как автомобиль жигуль запорожец в автопарке хотя бы так так можно сказать вот таких я выпил 30 и где-то это соки компоты варенье это где-то это чуть ли не лекарство так выручная вишня они каждый год подносит по барабану все эти заброски которые не миновали двадцать третий год к сожалению вот значит моя племянница юля она укоренела шелковицу вот она ее за ней ухаживает ездила редко в деревне надо было поливать чаще поэтому такой результат зависит только от полива воткнул пару листиков черешок и накрел бутылкой вся технология начало с июля это особый случай это манчжуриц они скажем годом на двух деревьев укрупняются вот видите это моя гордость я назвал это дерево супер манчжуриц супер вот потому что дитя косточка была где-то два таких у меня дерево но их на самом деле больше одно-два растут рядом с королевским и получилось так что там ну это долго объяснять у меня есть отдельный фильм про это а пока примите к сведению вот это наверное из они оккультурились это сеянцы манчжурского абрикоса оккультурились эти два дерева дали уже абсолютно сладкие плоды вот и претендует название самых культурных сочетаний с культурности то есть я назвал супер манчжуриц запоминать супер манчжуриц это новая сорта братцы назвать сортом не имею права потому что они не прошли никогда не пройдут государственную экспертизу там платить надо там все не так теперь коммерческое предприятие тьфу вот ну это естественно вот ставишься это все с одного дерева вот сергея питомник хоть и называется это называется это 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 папка с фотографиями называется плоды но я все-таки вставил это тоже плод работы вот это его уже привитый питомник вот это подрастает еще только по двое вот это уже привитый вот это привитый ну а дальше достаточно культурная вишня вот и на самом деле посмотрите на листья специально обращаю ваше внимание это уже не вишневая листья это гибрид вишни черешни но у меня отдельный фильм есть а мне интересно знаете как стоит три дерева рядом совершенно дикая вишня ну дикая она не дикая но когда-то и 100 лет назад или 200 привезли в Сибирь одичало вот привезли с Европы больше ничего про нее не знаю достаточно мелкая и тислое вдруг в трех метрах от нее растет черешня чистая черешня привитая на вишню настоящая черешня а ровно между ними то есть там даже не три метра два с небольшим а ровно между ними растет вот это чудо как она получилась не привитая а получилась вишня черешня но это не все раз говорит о том что все намного сложнее намного проще посмотрите в энциклопедии в википедии значение слова телегонии вы поймете что в данном случае яркий пример телегонии а я специально посмотрите в оба значит получилось так чистая вишня вот она мелкая а вот это вот уже вишня с черешнями гибрид а вот они эти деревья вот они вот подряд они стоят в линейке видите ну к сожалению здесь плохо видно но то что на переднем плане черешня вот она самая ближняя вот посмотрите посмотрите и скажите что я не прав листья видели да это черешня вот я не догадался еще крупнее сделать а вот теперь лучше видно и так вишня вишня черешня а вот еще черешня это уже другая это уже называется брянская розовая так ну так ну поможете военные листья видите и не вишня и не черешня вот фактически это какой-то спонтанный гибрид его вегетативно назвать не могу она не привита это ну в общем господа ученые я все еще это скучаю по вам вот все это в реальном саду это не надерганность интернета картинки представляете обск питомник продает саженцы черешни ни одного дерева черешни нет а саженцы есть вот фокусник ни один самый знаменитый фокусник мира не может так сделать вот черешни нет с черешнего сада осаженцы есть вот пожалуйста как пожалуйста бриться здорово вот ну а это уже чистая черешня вот вот так она выглядит у меня деревья высоченные повторяю высоченные до девяти десяти метров в свое время упустил не стал ничего делать когда они росли мои черешни вверх теперь как жируют птицы а мы смотрим потом я говорю своей этой внучке так дочка я тебе за каждую черешню косточку заплачу пять рублей она берет баночку и пошла собирать косточки которые выплюнули птицы потому что туда под небо добраться мы не можем вот ну это просто яблоня а вот красотища видите вот а теперь скажите что это такое господи здесь я не знаю откуда вам знать представляете что творится нет это есть тот самый этот темный гибрид вот скажите когда вы мне будете покупать косточки а на ней будет написано на пакетике крупноплодное железо а почему так ну название пока такое временное в рестор никогда не попадет это понятно я говорю извратили все в том числе в том числе в том числе и само понятие испытания и это самое и документация якобы заплати получишь так ну это просто прикалываюсь вот это часть питомника бывшего она видите что делает ее саженец не купили и она вот он плохо рос плохо но все он маленький он несчастный на третий год заплодоносил хотя конечно это не шедевр вот а это у меня тот самый 15 лет назад куплен был колонавитная яблоня и я с 15 лет каждый год показываю и издеваюсь над колонами которые в Сибири не плодоносят в Европе через пень колоду вот страшная ошибка направление под названием колонавитные деревья даже яблони вот еще раз посмотрели это рука Елена Александровна Савельевич ага здорово да ну чё мелочь я назвал крупноплодный ну чё есть то есть вот так теперь у нас что тут теперь у нас тут груша под названием так это мой собор из сетки и драбицы они собрались а это пока еще не наполовину готовая это гигант под Москвой у него особая судьба боже мой я сколько рассказывал Марховская Ирина Москва прислала мне моя старинная подруга один из организаторов моего семинара в Москве вот и вот она мне прислала вдогонку когда я уже уехал оттуда и сказала я прошла 16 километров пешком до дачи моей мамы но я все таки срезала эти черенки и прислала мне плоды будут небольшие нет не небольшие 500 550 грамм ой и самое главное что удивительно очень вкусная сорт и так гигант подмосковья но он еще не готов это еще середина лета так ну это как обычный урожай мы его собираем знаешь когда это как бы сказать то один из вариантов сельца манджурского абрикоса они все разные получается мы их и не едим поэтому собираем только когда вот видите они подвярлены посмотрите внимание подвярятся и тогда мы их собираем на косточке вот ну это само собой что там сало как сало что его пробовать а вот это одна из моих федевров один из моих федевров у меня не получается разное я несколько венгерок вот подряд три сорта венгерок грация раз богатырская два сорочинская три не разбирая привал на ямку да априкосы а это меня научил Чернобаев он первый начал так делать и вот они начали менять окраску и даже форму вот один вариант я вам все покажу ахнете вот ну в данном случае вы видите одну из моих груш вот то ли воронежская то ли лана спросите что получше полегче урожаи видите какие это нормально вот хе легкий мыталки господи это мой самый младшенький внук сашка вот ну а так уж получилось что так уж получилось что он единственный из парней хочет стать садоводом вот поверьте он чуть постарше стал нагулять садоводом в общем я хочу чтобы все дети росли в таких садах а вот видите радость какая а вот тут проскочили мы вот вот одна из этих самых деревьев непривитых ну как то получилось что на ней довольно вкусные крупные вишни без этого без прививки так случилось из сенцев пожалуй самые крупные вот 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 ну а это вообще как бы сказать то деревья стали высоченные сами видите не молодые ну пока они марку держат это и кто не видит груши ну знаете что у меня более менее собранные но их не покупали я их даже не трючировал потом взял да думаю собрал как интересно кушать можно нет нельзя продетую собрал так ну теперь давайте смотреть вот это у меня это у меня так это у меня это у меня переделанная венгерка по-моему у меня памяти не хватает сильно много сортов так опять а а все правильно это чернослив емки-палки за этим парнем которого я заставил собирать хочешь кушать хочу иди собирай и вот за его спиной как раз как раз вот это самое чернослив-то и находится так идем дальше это один из моих гостей вот еще один из моих гостей на тот момент не знаю как сейчас председатель союз союз садов или они сладкий 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 Они могут быть в принципе в другой год в три раза крупнее. Настолько роскошные мелбы, что на них смотреть без удивления невозможно. А это мелбы собирает мой Тимошка. Это уже не мелбаря, но с мелбой у меня растет. Агенушка. Вот она, красавица. Это полукультурка. Так, опять проскочили. Вот так. А вот это самый дикий исцелив. Так уж получилось, что Сергея кто-то, то ли с саженцев, то ли с косточек, он выросил их в десяток. Лучшее дерево. Вот это есть, его нельзя. Но на подмой великолепно пойдет. Поэтому я, на всякий случай, немножко косточек собрал. Назвал, значит, назвал ее. Розовая, ну, она почти розовая. Ну, назвал ее слива розовая. Вот. Причем бенгерка розовая, дед, я тебе скажу. Или китайка. Ну, вот каталоги вставил и забыл. А им все равно никто не покупает. Она на подмой предназначена, на подмой предназначена. Ну, что есть, то есть. Ну, а дальше что? Дальше мама, она же моя племянница Даша и моя внучка. Соня собирают именно уже кушать. То есть, уже не потрясет дерево. Падает, разбивается. Тут, это, плохой снимок. На самом деле, тут очень много груш. Одно из самых урожайных деревьев. У него своя судьба трагическая. Она была в три раза. Она была крупная, мощная. И однажды все ветки, кроме одной, рухнули. Рухнули. И все, казалось бы, ему хана. Ой. И что вы думаете, выбросил сотни вот таких вертикальных побегов. Я ни один из них не стал отрезать. Я знаю, что долговечность, это запоминайте на всю жизнь, друзья. Страшно шибко, когда проезжают, груши имеют склонность к загустению. Проезжать ее нельзя. Почему ее листовой аппарат, форма крона, спасает от вымокания штамп. Потому что в пол-России это много дождей. И груши сгнивают, а люди не знают этого. Выдумают причины, проезжают. Вот теперь она не... Еще больше ран, получается. Еще больше загущения. Глупость невероятная, но этой глупостью пользуется вся страна. А ни один сектор меня не сказал. Загущенная крона, это спасение штаба и долговечность. Вот так и получается. Так, сейчас будем заканчивать. Сейчас вы знаете, что я делаю? Я посмотрю следующее. Какую часть мы... 23-й год. Какую часть мы посмотрели? Вот. Мы посмотрели где-то половина. Что мы должны делать? Знаю, ребята, устаете, а мне пора в деревню. У меня начался сезон в обрезке уже специальной. Принцип такой. Ветку метровую отрежешь, оставляешь 5-6 почек. Знаешь заранее, что 2-3 нижние спящие, полноценных 3-4. И вот эти вот огрызок с 5-6 почками на следующий год даст. Вот так вот. 3. В среднем 3-2, 3-4 побега. Но уже короче. Еще год, еще короче. И дерево, будучи молодым, 5-6-7 лет, перестает играть роль маточного дерева. Ну-ка, тут случайно есть такая фотография. А случайно есть. Вот видите, оно и плодоносит. Смотрите. Вот. Вот видно хорошо, что это яблони. Оно и плодоносит. И специальная обрезка дает вот такие побеги. То есть, если это 23-й год, а это 23-й год, то сейчас это дерево уже обшбодано. Вот эти ветки все отрезаны, и я их продаю. Так. Далее. Сейчас, что хотел сказать, сейчас вспомню. Ага. Так вот. Значит, заканчивается сезон прививок. И если я последний год занимаюсь прививками черенков, то больше вам никогда ни в одном саду это не достать. Но вы понимаете, что мне присылают и тычут морды. В Белгороде есть знаменитая фирма, и она тоже продает черенки. Еще раз. В Белгороде. И вот эти люди, которые мне тычут носом, мне сибиряку, они понять не могут, что они были тройстиками. И они до сих пор не знают, где находится Белгород. И где находится Сибирь. Вот. Дальше, значит, с этим вы поняли. Итак, черенки, за мной. Заказы за вами. Пока остановлюсь. И, наверное, будет вторая серия. До свидания, друзья.